книга открытым оком том 30 вопрос 4112 а если бы прислушались церковные власти к епископу диамиду то нельзя ли было как-то притушить этот скандал отвечает игнатий тихонович лапкин это напоминает совет сала толстяка охранника фильме зона когда он начальник в оперчасти советуют ублажить авторитетов тюремных чтобы потушить и бузу вы о ком говорите патриархия это особая организация выпистыванная в пробирках кгб беспокаянная лживо и страшно мстительная у нее все навыки ее усатого отца дело в том что унаследовал характер своего отца сегодняшние попы ведут себя точно так же как и в годы советской власти они же ничего не видят какой век на дворе чуть с ними заговорил они тут же вызывают милицию амун это же тот самый репрессивный аппарат что и при царе батюшки папы раскрывать или их будет подрезать сам бог и похоже очень скоро кавычки открывается общественно-религиозный совет в защиту чистоты православия и епископа диамида в начале июля заявил о том что в рпц м.п. произошла оранжевая революция в результате которой власть в церкви была узурпирована узкой группой лиц во главе с митрополитом кириллом гундяевым как это было и на украине революционеры в рпц м.п. для борьбы против своих оппонентов и противников не гнушаются никакими беззаконными средствами и методами клеветой подлогами провокациями запугиваниями фабрикации уголовных дел по всей видимости они могут пойти и на физическое устранение неугодных им лиц наше заявление ежедневно получает подтверждение своей правоты прибывший на чукотку крестный ход во главе с хабаровским архиепископом марком был использован им как троянский конь в этом коне сидели бойцы омона семинаристы с навыками взлома замков и срыва дверей священники складно изъясняющиеся на блатном жаргоне с матерным сленгом и другие крестоносцы призванные произвести неизгладимое впечатление на сторонников опального епископа и убедить их в бесполезности сопротивления все происходило как в тридцать седьмом году милиция спецназ захват храмов и с зломом дверей запугивания прихожан увольнениями с работы и возбуждение против них уголовных дел и так далее архиепископ марк возглавил не крестный ход а крестовый поход на чукотку против ревнителей православной церковной истины как из рога изобилия сми полились в кавычках искренние признания бывших сослужителей владыки диамида а его якобы скандалистическом характере с садистскими наклонностями а его нечестности и хитрости компромата достойного доверия не накопали поэтому прибегли к наглой лжи и клевете для формирования отрицательного образа епископа диамида в глазах российских обывателей вложили ему в устав призывы к отказу от мобильных телефонов чтобы оттолкнуть от него православных стиле кранов объявили его противником преподавания в школах основ православной культуры и так далее но компроментация епископа диамида в глазах общественности не главная цель крестового похода от одного православного миссионера в кавычках из команды архиепископа марка почти безвозмездно удалось выяснить что после последнего обращения епископа диамида в котором он отлучил патриарха и священно начали от церкви из патриархии от митрополита кирилла гундяева поступила команда кавычки открываются цитата закрыть диамида в психушке из-за со или засадить в тюрьму под любым предлогом эта задача с привлечением местных силовых органов фонадыря срочно решается хабаровским архиепископом марком против епископа диамидов опрекуется уголовное дело о якобы хищении им церковных средств церковного имущества и драгоценных металлов золотых и серебряных цепочков цепочек и крестов в хоть и разговора с епископом диамидом находящимся сейчас на мысе шмид выяснилось что в аэропорту анадыря сотрудники милиции и марковцы семинаристы уже ждут его возвращения чтобы предъявить ему обвинение и задержать для судилища в то же время 21 июля поступил звонок с чукотки шокированные люди со слезами рассказывали происшедшие трудно поддающиеся объяснению ночью около церкви люди заметили огонь когда они подошли ближе то увидели страшную картину в железной бочке горели иконы спасителя иисуса христа и казанская икона божией матери праздник который приходился именно на этот день когда православные начали стучать в двери храма чтобы вызвать и подьякона архиепископа марка ночующего в нем то тот отказался открывать дверь когда люди вызвали милицию тогда люди вызвали милицию свидетелей было более десяти человек сотрудники милиции прибывшие к храму составили протокол и взяли объяснение с и подьякона верующие записали происшедшие на видеокамеру и составили свои свидетельские записки для чего архиепископ марк и его помощники совершили такое кощунство и сожгли церковные иконы остается только догадываться не для того лишь чтобы обвинить епископа диамидов похищение этих святы ведь даже если они архиепископу марку оказались ненужными то их можно было бы раздать прихожанам храма которые бы с радостью и благоговением взяли их к себе домой беззаконники сами себя изобличают заявляя о своей верности церковным канонам и правилам они на архиерейском соборе совершили грубое их нарушение расправившись с епископом диамидом без его присутствия в богословское каноническом анализе с которым согласились все архиерей рпц мп присутствую выше и на архиерейском соборе в июне 2008 года на требование епископа диамида осудить демократическую форму государственного управления указывается цитата о непредпочтительности для церкви какого-либо государственного строя какой-либо из существующих политических доктрин то же время после собора рпц мп в лице своего официального представителя из овц с по взаимоотношениям церкви и общества призвала власти страны осудить коммунистический режим и сделать это не только на словах но и на деле убрать памятники революционерам и большевикам переименовать площади и улицы российских городов избавиться от советской символики и так далее так почему же не предпочтительное священно начали рпц мп с одной стороны обрушилась с критикой на коммунистическую политическую доктрину а с другой активно защищает демократическую совершенно очевидно что демократическая вас так раз более пагубна для спасения душ человеческих о чем и должна более всего беспокоиться церковь чем коммунистическая если при большевиках в народе насаждался атеизм то при демократии сатанизм если в советскую эпоху нравственные ценности в целом исходили из христианского понимания что такое хорошо и что такое плохо то при демократии происходит широкомасштабный слом всех нравственных основ через пропаганду страстей и пороков жестокости блуда пьянство наркомании лукавства и так далее и все это происходит с одобрения и даже поощрения руководством страны сегодня в россии миллионы наркоманов и алкоголиков бездомных детей и нищих за 15 лет эпохи демократов населения россии сократилась на более чем на 12 миллионов человек объяснение такой политики руководство рпцмп простое неосергианство то есть подчинение церкви государству рпцмп выполняет политический заказ властей страны по демонтажу неугодной политической силы коммунистов именно в неосергианстве обличал епископ диамид патриарха и священно начали от церкви то же самое можно сказать и о проблеме цифровой идентификации граждан на архиерейском соборе в адрес епископа диамид прозвучала критика за его несогласия с утверждением священного синода от 7 марта 2000 года что цитата никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья если он не становится следствием сознательной измены христу и поругание веры и сразу после собора высокопоставленный чиновник овцс отдел внешних церковных связей так понимаю да и на тихо да да призывая власти страны демонтировать советскую символику утверждает цитата мы недооцениваем роль символов в нашей жизни или намеренно умоляемые значения символ концентрированно воплощает себе какую-либо идею или систему ценностей а значит значительной мере влияет на направление мыслей и действий человека и такие примеры лукавой политики двойных стандартов священном начале рпц мп ставшего предатком демократическая демократическо антихристианской власти россии можно приводить десятками все обличения епископа диамида нашли и находят свое подтверждение наиболее же возмущение и критику со стороны отступников от церковной истины и соглашателей с духом мира сего вызвало обращение епископа диамида от 17 июля 2008 года можно много и долго рассуждать и спорить о правомощности или неправомощности владыки диамида провозглашать анафему то есть отлучение патриарха и священном начале от церкви штатные патриархийные профессора и богословы кураевы осиповы и другие могут виртуозно и с сарказмом достойным лучших клоунов и смехотворцев страны изгаляться над чукотским епископом но доверия к нему народа уже нет а к богу есть бог же дает знамение для вразумления своего народа так уже на следующий день после обращения епископа диамида в котором он обличил в ересях священном начале патриарха рпц мп и отлучил их церкви то есть 18 июля в день памяти преподобного сергия радонежского в троицей сергиевской лавре после литургии молебна который служил патриарх московский всеаруси алексий второй произошло знаковое событие сразу после молебна резко сгустились черные тучи и когда патриарх алексий второй поднялся на балкон чтобы произнести праздничную речь грянул гром после чего сразу отключились микрофоны патриарх начал говорить но народ ничего не слышал и кричал патриарху громче громче он же как в немом кино только открывала рот после нескольких минут немой проповеди пошел такой ливень стеной что народ вместе с архиереями и священством разбежались в разные стороны не потому ли господь лишил возможности представителя русской православной церкви назидать свою паству что он потерял такое право не повод ли это для того чтобы задуматься над причиной такого божьего вразумления есть еще время у отступников от церковной дисциплины утопающих в адской апостасийности мира сего они могут остановиться одуматься и принести искреннее покаяние богу в своем предательстве христа чтобы господь не излил свой правильный днев гнев на их головы и спас их бессмертные души в свою очередь общественно религиозный совет готовит ряд комплексных мер для предотвращения расправы над епископом диамидом а также разрабатывает программу предстоящего собора верных призванного дать оценку происходящим апостасийным процессом в рпц м.п. и предоставить крестовый поход экуминистов глобалистов против русского православия следующая цитата а также разрабатывает программу благодарю предстоящего собора верных призванного дать оценку происходящим апостасийным процессом в рпц м.п. и предотвратить крестовый поход экуминистов глобалистов против русского православия следующая цитата в центре москвы за один день произошли две драки между сторонниками епископа чукотского диамида и членами православного корпуса молодежного движения наши которые пришли во вторник днем к храму христа спасителя с плакатами в поддержку патриарха алексия второго как сообщили интерфакс религия в союзе православные граждан на платкатах наших было написано руки прочь от святейшего мы не боимся цифр мы с собором и т.п. эти лозунги возмутили сторонников епископа диамида проводивших собственную акцию в поддержку священника известного своими скандальными призывами к изоляции русской православной церкви которая как раз проводит архиерейские соборы русской православной церкви около 20 диамидовцев набросились на представителей наших и порвали в клочья порядка 10 плакатов при этом одна из молодых девушек участниц акции в поддержку патриарха получила легкие телесные повреждения сообщил представитель союза православных граждан Кирилл Фролов между идеологическими противниками произошла краткая дискуссия наши упрекнули сторонников епископа диамида в попытке расколоть церковь а те в свою очередь заявили представителям молодежного движения что православным не гоже носить галстуки этот аксессуар диамидовы назвали масонским следующим этапом диалога стало то что сторонники мятежного епископа накинулись на молодых людей с криками жиды и начали бить своих оппонентов иконой по головам при этом диамидовцы порвали плакат основы православной культуры в каждую школу а также листовки наши где призывалась поддержать патриарха Алексия единство русской церкви и развивать миссионерскую деятельность по словам собеседника агентства во втором нападении участвовали около 15 человек крепкого вида мужчины и пожилые женщины милиция оттеснила участников потасовки от входа в зал церковных соборов помимо наших и союза православных граждан в акциях у храма Христа Спасителя где принимали участие союз православных хоругвеносцы православные сестричества организация ветеранов всего около 500 человек кавычки закрываются Псалом Псалом 68 с 9 по 11 стих Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей ибо ревность по доме твоём снедает меня и злословия злословящих тебя падают на меня и плачу постясь душою моею и это ставят в поношение мне 3500 учеников Климент Архидский ко Христу направил он был епископ звал к себе под кров по своему апостолам был равен воображение тускнет в пустоте таких примеров раз и всё обчёлся чтобы накормить пришлось ему потеть со всех цветков нектар собрали пчёлки какой был гвалт и столько же бестолковых всех надо выправить и к нужному направить 27 мая напоминание школам кому нам подражать кто самый крайний если бы с Владимиром пришёл хотя один и к нам Климент Архидский мы сдвинулись бы к свету и не на вершок дай Бог чтоб с благовестием не охрипли учить евангельскую веру соблюдать неукоснительно с Евангелием слиться и тракт невежеству остался бы без следа хотя-то цель не рядом но так близко важнее нет и не было задачи воспитывать Давидов вовсе не Саулов тогда и к цели всех попов потащат и многим в благовестие обули а купится стократно что вложишь в детвору к молитве к страху Божию старайся приторочить без этого что видим ныне без этого что видим ныне мы вокруг не в муку ли прописаны небесрочно из горя в горя из темноты во мрак такую участь не учесть хлопочут не пожелай на знания ни время ни затрат и расцветут в прививках новых почки не пожалей на знания ни время ни затрат и расцветут в прививках новых почки учеником быть досидин не грех когда учитель признан со сверхзнанием всех неучей да будь из-под земли высокоумием слепцов дракон обманет 15 сентября 2008 год Игнатий Алабкин